Справедливость и равенство, борьба с коррупцией и непотизмом, чего сейчас ждет общество, вот ориентиры справедливого Казахстана. Президент Казахстана постоянно подчеркивает необходимость реформирования судебной системы и прозрачности отбора судей. Сейчас главным органом в этой области является Высший судебный совет, который в соответствии с законом является независимым автономным государственным органом, создаваемым в целях гарантии независимости самих судей и их неприкосновенности. Высший судебный совет должен осуществлять свою деятельность на основе таких принципов, как независимость от всех государственных органов, в том числе от Верховного суда, гласности, то есть открытости и прозрачности всех процессов отбора судей, а также беспристрастности. Это передача по закону с Маратом Башимовым. При встрече со вновь назначенным председателем Высшего судебного совета Дмитрием Малаховым, президент Казахстана Касымжумар Тукаев указал на вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Высшего судебного совета, в том числе направленные на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей. Дмитрий Малахов сообщил, что в свете укрепления роли самого совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора. Президенту также было доложено о том, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени советам будут отобраны судьи и сформированы их составы. В исполнении поручений главы государства об укреплении статуса Высшего судебного совета, озвученного в послании народу от 1 сентября 2022 года, в марте 2023 года приняты законодательные поправки, в результате чего усилилась роль Высшего судебного совета в системе государственных органов и значительно укрепились четкие кадровые функции. По закону совет принимает меры по улучшению качественного состава судейского корпуса и повышения квалификации. Организуют прием экзаменов и вносят президенту предложения по совершенствованию судебной системы и законодательства. У казахстанцев еще есть 10 дней, чтобы познакомиться со списком кандидатов на судейские должности и, главное, высказать свое мнение на их счет. Такую возможность им дал Высший судебный совет. Сделано это для обеспечения объективности и открытости отбора кандидатов. Так вот, оставить отзыв граждане республики могут на сайте совета в специальном разделе. Что касается кандидатов, 14 из 22 уже успешно сдали квалификационный экзамен. Свободных вакансий, представленных на конкурс, 134. Напомню, с 1 января в стране законодательно ввели новый механизм по избранию на должности председателей районных судов. Он предполагает, что отбор ведет Высший судебный совет в составе лиц, избранных расширенными пленарными заседаниями областных и приравненных к ним судов. Тем временем в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте страны высказывают мнение, что этот состав требует корректировки. Участие председателя Верховного суда, участие генерального прокурора и двух председателей комитетов не актуально будет в ближайшее время. Это, скажем так, элементы, которые необходимо рассматривать в законопроектной, в законодательной стезе и идти именно к этому нужно. Скорее всего, в состав Высшего судебного совета сегодня требуется включение ученых дополнительно. Плюс у нас есть пласт нетронутый в судебной системе. Это общественные советы при судах апелляционной станции. Это очень важный элемент. И какой-то категории, может быть, членов этих общественных советов или одного в приоритете из трех областей, четырех, нужно включать в состав Высшего судебного совета. Это усилит прозрачность, потому что это будут не судьи. Таким образом, Марат Жумагулов предлагает исключить возможные риски появления конфликта интересов. Отбор должен быть прозрачным, независимым и ни в коем случае не иметь рекомендательный характер. Это задача номер один. Очень важный вопрос. Это работа судей в составе Высшего судебного совета, как членов ВСС. При всем объективном их отношении к работе все равно есть фактор субъективного влияния со стороны руководства Верховного суда на их состояние в последующем, после завершения срока пребывания в Высшем судебном совете. Это отражается на их понимании того, все-таки есть смысл голосовать за того кандидата или нет. И, ну, что говорить, кое-где даже подсказывают. После членства в совете, как правило, судьи возвращаются на прежние позиции. Марат Жумагулов считает, что такую схему нужно менять. Он предлагает законодательно закрепить понятие политического служащего, чтобы судьи могли иметь возможность карьерного роста и назначались на высшие должности. Они возвращались обратно. Необходимо обратить внимание, что практически устраняется конфликт интересов между функциями Высшего судебного совета и Верховного суда. Потому что все, что касается вопросов кадрового отбора, экзаменов для кандидатов на должность суди, обучения, перебаткотовка судей уже относятся к компетенции Высшего судебного совета. Аттестация судей также должна относиться к подведомственным совета. Однако до сих пор комиссия по качеству отправления правосудия, аттестационная комиссия, остается при Верховном суде. Судья по Конституции должен заниматься только отправлением правосудия. По количеству судей немного, чуть более двух тысяч. И у них большая нагрузка. Реформа прежде всего должна быть направлена именно на этот вопрос. Давления на судей со стороны председателей не должно быть. Они не должны склонять к коррупции, давать задания, считать, что они стоят выше самих судей. За все судей сам несет ответственность. Большинство судей работают честно и справедливо, рассматривая миллионы обращений в год. Такой нагрузки, как у них, нет нигде в мире. И надо к этому относиться объективно, уважая их непростой труд. Актуален вопрос, поставленный президентом Казахстана и об усилении Академии правосудия. Качественной подготовке судебного корпуса. Это значит, должен быть качественно усилен профессорско-преподавательский корпус. Должны преподаваться конституционно-правовые и международно-правовые дисциплины. В этой области есть большие упущения. К сожалению, актуален и не решен вопрос о полном обеспечении социальной гарантии судей. Все, кроме судей, вплоть до рядового государственного служащего прикреплены к поликлинике. А о судьях вообще забыли. Только судьи Верховного суда, а также их работники, консультанты и так далее, прикреплены, к примеру, в поликлинике управления делами президента. А ведь конституционный вопрос о безопасности судей актуален и стоит на первом месте, и он не исполняется. Ведь судья осуждает за преступления людей, к примеру, а потом идет на прием к врачу, а там оказывается мать того, кого судья судил, и о какой защите судей тогда может идти речь. Актуален вопрос предоставления судям жилья. Многие в таких мегаполисах, как Алматы, Астана, годами арендуют жилье за свой счет. Когда касается вопрос финансирования их из бюджета, все забывают о них, встают на добы, сопротивляются, лоббируются свои интересы. А это ведь в государственной власти, и эти проблемы надо решать. Так что реформы в судебной системе, конечная цель которой усиление защиты прав наших казахстанцев, все еще впереди, и необходимо учесть, в первую очередь, их социальные гарантии. Заканчивая, хотелось бы сказать, конституционные поправки, поддержанные на референдуме нашим народом, были своевременные и актуальные, что мы видим по реформе судебной системы. Они повысили эффективность защиты конституционных прав наших граждан и реализуют на деле принципы справедливости и равенства. Во главе угла права граждан, общественные интересы. С вами был Марат Большимов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова